К сожалению, мы проиграли к радости для вас, для ваших болельщиков и для вашего клуба. Объективно, Газовик, безусловно, в сегодняшний матч был сильней. И думаю, что в моей команде пока с лидерами на чужом поле играть на равных еще тяжело. У нас еще не устоявшаяся игра, и сегодняшний матч показал, что, к сожалению, мы много ошибок допускаем. В обороне, хотя оборона на сегодняшний день является сильнейшим звеном команды. И две пробоины мы получили, могли получить и больше. К сожалению, не все игроки выполнили план на игру, и пришлось прибегать даже к тому, что в первом тайме пришлось менять игроков, что крайне редко у нас происходит. Суть вопроса сводилась к тому, что мы не закрыли крайних защитников, и, как вы заметили, два гола мы забили после подачи подключившихся крайних защитников. Здесь была просто явная недоработка игроков, которые отвечали за эту зону. С этим мы не справились. А так, в целом, я скажу, что мы «Газовику» сделали хороший подарок. Мы все-таки Тюмень остановили дома. Я думаю, что если бы мы играли дома, наверное, как-то нам так легче было бы с ними справиться. И здесь, к сожалению, пока рано и тяжело. Поздравляю всех с заслуженной победой вашей команды, что могу сказать. А нам предстоит много работать. Будем работать. Устал я уже от таких матчей в одни ворота. И мяч не идет, и уже не знаем, что делать. В целом-то заслуженная победа. Забили два гола при минимуме в момент нашей ворота. Команда у них мы знали, какая строго играет в обороне, очень глубоко, очень низко. Поэтому мы к ней немножко подготовились и полтора тайма играли в несколько другой схеме, если кто-то заметил. А в целом-то очень жалко, что не можем забить. И в первом тайме два-три гола при таких моментах 100%. Поэтому и какая-то есть нервозность, поэтому может быть неуверенность. Но в целом вы все видели. Заслуженная победа.